Мне вот втирают, а мне втирать не надо, понимаете? Когда я говорю про водомер, пункт номер один. Водомер это крупный оптовый поставщик товара. Насколько он крупный? Так вот мы зайдем и посмотрим, насколько он крупный. К слову о том, что этот крупный поставщик товара также этим поставщиком товара с вами и делится. То есть давайте все-таки определимся, где вы будете брать. Лучший вариант этого водомера. Потому что, ну извините, вы должны понимать, а я ничего не буду говорить. И естественно, если этот крупный поставщик с вами делится, то приехав сюда на улицу 50 лет Магнитка 33А, вы можете этот товар купить. А потом уже по такой же цене продавать. Благо мест у нас в городе много. А кстати, меня же смотрит не только город. Меня смотрят также и Верхнеуральский, и Нагайбак, и Кизил, и Башкирия. Так приезжайте сюда, берите здесь товар и получайте максимальное удовольствие уже затем, после того, как ваш товар будет продан. Ясно? Идем сюда. К слову. А слово у нас будет актуальным. Вот что такое Магнитогорск? Ну что это? Это в большей степени комбинат. И связанные с этим общегородские проблемы. И аренда. Опять не выезжайте. А въехать-то надо. Вместо нормальных производств, которых много, даже на комбинате есть аренда. Это в городе металла, газа, электричества. Сказал президент. Или вы слова президента не выполняете, а зря. Хлоп, и нет башкиркалия. Так хотите? Ну давайте. Плохо то, что его слова почему-то не вызывают понимания у наших бизнесменов и уродов от бюрократии. Но это не наша тема. Наша тема в другом. В другом. В другом количестве и качестве. И мы не про аренду говорим. Нет, господа. Это склад готовой продукции. То есть есть человек. Сделал для вас. Для вас, господа сантехники. Или вы думаете, что без сантехники мы не существуем? Ну, ну. Каждое утро мы умываемся. Каждый день мы писаем и какаем. А это и есть сантехника. Мы без нее никто. А есть еще и тепло. Или без тепла. Так выйдите на улицу и сдохните там. Особенно зимой. Без одежды. Естественно. Не в том месте и не в то время. Мы живем. А еще я хочу, чтобы, спустившись в подвал, я не видел постоянную течь. За которую я плачу. Было бы все малость в другом количестве. И в малость другое время. Но я-то помню, когда я жил. А не существовал. Советский Союз. Знаете? Вот тогда я видел будущее. А не думал, как прожить день. И хотя зомби-каналы говорят об обратном, но я не зомби. Да и вообще не для зомби мой канал, а для тех, у кого в мозгах мысли, а не бурдемага. Так вот, в отличие от аренды, это больший опыт. Да, есть у нас такие. Вот бригадир. Тоже круто. Но мало. В свое время в Магнитогорске было 30 миллиардеров. Ну тогда миллионеров. Чего сложного то? Ну же нету ни хрена. Одна аренда. Что сложно выпускать крутые китайские электромобили. Как-то комбинат выпускал и отличное дерево. Сушеное. Да где оно? Да в звезде. Нет у нас в городе сушеного дерева. Это, конечно, интересно построить и сдать. Но зачем сдача? Потому что у меня уже есть интернет. Я не хожу в магазины. Я заказываю все из интернета. Но почему в городе тружеников нет труда? Задайте дивный вопрос. Труд облагораживает. Как сантехнику облагораживает то, что сделано для вас. По сути есть все от и до любых размеров и лучшего качества. И даже не говорите, что в сантехнике мы хуже, чем за Бугория. Нет, господа. Есть другие. Не магнитогорские, но российские предприятия. И вы знаете, я бы 200 раз подумал. Подумал и сделал из России большее удовольствие для дома. Хотя почему? Практически весь трубопровод и в квартире, и дома от водомера. Ничего так. А кто говорит, что дорого? Нет, так не думайте. Просто. Зачем просто? С усложнениями. Прокатитесь по арендным местам. Внимательно изучите и посмотрите здешние цены. Коли вы мне не верите, а зря. Я знаю, делюсь с вами тем, что стоит и стоит дольше и качественнее, чем у конкурентов. Потому что не лизожопством я занимаюсь, не знали? А посмотрите внимательно мой канал. Если хаты, то недорогие. Ни понты. В 90% россиян это уже совсем не понты. Нам жить надо? Или вы думаете, что на 137 месте мы круче всех? А, да. Точно да. Кто-то даже нам демонстрирует 143 позицию. Есть, конечно, места и хуже. К слову, некоторая часть еврозоны сосет и у нас. А ну простите, мы не в лидерах. Хотя по армии мы в лидерах. По космосу малость отстаем, но не каждый, малость не каждый имеет несколько космонавтов на орбите. С онкологией мы не в лидерах. Но 10-11 место. И это за нами. В общем, качества идеалов нет. Хотя качество того, что продает оптом водомер, выше качества идеалов, но меньше в разы по цене. И как-то для каждого живущего в мизерный по количеству бабок в стране. Не доехали, доезжайте. Как до этого доехало руководство компании, работающей для Магнитогорска. Как-то вот так и получается. Как всегда. А интересно девки пляшут. Потому что вот это и есть центр города. К сожалению, это уже не Ленинский район. Это Аржикизовский район, улица 50 лет, Магнит 33а. Именно за моей спиной располагается водомер. Вот здесь внизу, да и не только здесь внизу, чуть-чуть дальше. Да и не только чуть-чуть дальше. Да и вообще. То есть мы говорим о самом крупном поставщике товара. Самый крупный поставщик товара вам что говорит? Во-первых, если это крупный поставщик товара, то естественно у него свои замечательные ценнички. Если вы работаете с этим крупным поставщиком товара, он естественно даст замечательные результаты. И ваши ценники будут еще более интересными. То есть давайте все-таки определимся, господа мои. Я не против бизнеса. Я рад и хочу, чтобы наш бизнес вернулся на круги своя. Как это было в 2007 году. Тогда 2000 человек рядышком со мной стояли и попросили. Леша, ты только нам помоги. Я естественно помогал. Как же еще? Я же вам помогаю. Я вам помогу. Я что вы заработали деньги, что вы эти деньги тратили. И лучший вариант, это крупный поставщик. А крупнее поставщика, чем водомер. Честно говоря, в Магнитогорске-то и нету. Поэтому вы уже поняли, куда ехать необходимо. Прямо за моей спиной. Улица 50 лет Магнитки, 33А. Вот сюда надо ехать. И это для вас, для всех, тех, кто хочет работать.